Ну что, как я и говорил, весь день просрал. Просрал день и ничего не записал. Целый день Аппл 5500, целый день Аппл. Я уже не буду говорить на то, что оставалась последняя игра, это уже не имеет значения, потому что я вообще слился до 5300, а был и до 5200 сегодня сливался. Бляд, просто рояль, нахера? Нахера, нахера? Вот я вот, не знаю, вот я упертый, да, я баран, я все равно иду до конца. Мог бы забить, но не идет катка, отдохни ты, нет, я все равно до последнего, я уже весь сгорел, я уже устал. Сегодня рояля не будет, стрима, сегодня будет Brawl Stars. Но, я сегодня должен был взять 5500, а взял новую колоду. Реально, взял колоду новую, и вот с этой декой я хочу подниматься не просто до 5500, а подниматься даже до 5800 и 6100. Короче, чтобы вы понимали, что я имею ввиду, поехали, я вам покажу. Я просто хочу разодрать просто задницу кругу... Да хер с ним, что звучит как-то двусмысленно. Вообще, насрать на все, пацаны, неадекват, я полный няня, мне бомбит. Вот я выпустил тот ролик, я дальше продолжил катать. Вы там посмотрели, заняли своими делами, может, чайок попили, послили, потом погуляли, что-то еще поделали. А я, блядь, сижу, играю в этот рояль целый день. Обидно, что не получилось взять 5500. Вот у меня через 12 дней приблизительно будет, ну, 5900-6000 кубка, возможно, даже 6100. Но в это верится с трудом, согласитесь. Я даже 5500 сейчас не могу взять. На самом деле, сейчас 5500 не могу взять, потому что эти противники, которые сейчас сидят на 5500, они будут сидеть через несколько дней на 6100. Я уже схожу с ума. Я уже схожу с ума. Вы можете видеть, я покраснел аж весь, потому что... Мне уже кипит тело, все. Я уже горю весь, просто. Надо включить охладитель, блядь, охлаживание. Да я уже даже комментировать не могу, мне просто, не знаю, меня уже просто все бесит, ребята. Как вы справляетесь с этой херней? Вот у вас бомбит, как вот... Я понимаю, что вы ответите. Не играй просто, ну, остынь. Ну, не могу, блин. Не могу, хочу 5500, и не понимаю, почему не могу взять эти 5500. Это то же самое будет у меня 6100. Останется одна игра, и я начну сливаться. Короче, надо... Я понял, надо реально взять такую паузу. Я несколько дней не буду, ребята, играть в рояль. Возможно, буду смотреть за какими-то атаками там других игроков, нормальных игроков. Прослежу за колодами, возможно, какими-то. Вот, и что-нибудь, если мне приглянется, буду новой декой врываться. Я не знаю, либо на своих ошибках учиться. Ну, потому что, ну, это полная дичь. Так, я вот сейчас толком и не играю. Просто разговариваю что-то, бомблю, но толком и не играю вообще. Фаерболл? Отлично. Я не думал, что мы вышибалу уберем. Подкидываем, конечно же, гиганта. Также мы подкидываем еще темного принца. Также мы туда... Бля, просто жесть. Что за колоды такие? Мини-пека, вышибала. Так, хорошо. Еще один принц бы зашел прекрасно, но не зайдет. Здесь давайте разряд просто. Сливаем разряд. Опа-ча, какой разряд-то, а! В поддых просто, на тварь! Фух, я буду эмоциональным, ну, потому что я вам уже сказал, что целый день играю и никак не наиграюсь. Зато взял колоду! А должен был взять новую колоду. А должен был взять 5500. Ну, этой декой, как ни странно, меня получается тащить. Может, потому что мне два принца как-то вот роднее, потому что я раньше играл, как его там... Голем два принца, какой фаербол, просто... И все, и нет никого. Да, мне тоже глаз уже дергается, идиот! Знаете, вот когда я перестаю бомбить, вот даже после стрима, потом сажусь, пересматриваю стрим, думаю... Да блин, ну что ты такой? Ну, блин, нормально, что ты такой агрессивный? А вот когда бомбит, я... Не, мне похрен вообще, я просто бомблю и все. А вот когда успокоюсь, когда вот градус остынет, я потом думаю... Да что, ну блин, да нормальный игрок, обычный игрок играет, как и все, что ты... Типа, что на него агришься? Блин, ничего особенного такого. А сейчас мне вообще по барабану просто хочется орать, бомбить, материться, я не знаю. А-а-а, тихо-тихо-тихо! Победа! Победа, пацаны! Должен был взять 5500, а взял новую деку. А-а-а, ну дека вообще просто шикарная, блин, классная. Два принца как были в мете топ, так и остались. Возможно даже... Хрен, вы знаете, я хоть и говорил, что я вряд ли вернусь к этой деке, но, возможно, я возьму голема два принца. Кто хочет, чтобы взял голема два принца? Напишите в комментариях, поставьте лайк, посмотрим, сколько будет лайков. А-а-а, вообще-то, так неправильно делать. Ну, мне похер, мне похер. А-а-а, так, и вот так вот, отлично. Так мы и сборщик забрали, типа, а чё неправильно, нормально всё. А чё, меньонов не всех, да, я разрядом заделал, но нормально. Охренеть, да ладно, так легко. Окей. Ну, это три мушкетёра, я понял. Ну, просто я не вкурил, почему он, а, не законтрил моего шахтёра, а, б, не, а, всё, к чёрту, догадки, это вообще не три мушкетёра. Чё он не продолжил атаку с таранами, хотел спросить? Ну, это вообще не та колонна, забейте. Так, тёмный принц пошёл. Орды меньонов нет, по идее, по логике, ему нечем контрить сейчас. Вот три меньончика есть. Да, вот это, вот это, конечно, контрит. Ну, то есть, снесёт вышку мне. Так, здесь давайте колдун. Скорее всего, сейчас прилетит фаер там, да, разряд будет, нет? Ну, по идее, должен быть, хотя, нет, не будет. Зачем тогда был фаербол? Вышку он и так, и так сносит. Отлично, смотрите, колдун живёт, и, смотрите, сейчас ещё по этим зарядит. Если бы он выжил, я бы охренел. Так, ну что, став сборщик эликсира. Поехали. Оп, давай, давай сборщик. Не, не хочет сборщик, окей. Так, разряд. Разряд, а сейчас будет орда миньонов, скорее всего. А, нет. Давайте шахтёра, шахтёра сюда закидываем. Оу. И вот смотрите, какой фаер, просто, смотрите, просто, какой фаер. Ти-ди-щ. И по вышке, и по... Но, правда, сейчас будет лава, да, на меня идти. И мне надо как-то вот, типа, ответить. И, слышь, ты, лава, куда идёшь? Либо, я не знаю, либо вот просто заткнуться и проигрывать. Но я буду отвечать. Я буду отвечать. Так, давай, давай, арду мух. Плиз, плиз, арду мух. Ну, давай, давай, арду мух. Я уже с ума схожу, ребят. Я думаю, вы заметили, да? Ну, тут трудно не сойти с ума, когда, блядь, целый день играешь в рояль. Не, не так. Когда два года играешь в рояль. И просто это... Как... Это не просто играешь в рояль, а когда... Рояль это твоя жизнь. А, блядь, хороший фаер вообще. Прекрасный фаербол. Прекрасный фаербол. Вообще шикарно. Бэм-бэм. Вы видели? Боже мой. Я просто... Я не знаю. Мне кажется, я чересчур эмоциональный. Надо немножко сбавить обороты. Фух, ну мне хочется просто заорать. Знаете, вот иногда так бомбит, что ты так держишь себя. А потом хочешь выйти так на улицу. Открыть окно и просто заорать в голосину. Просто ничего. Дааа, я не знаю. Фух, даже, знаете, нету слов. Нету слов, как объяснить, когда у тебя горит. Ну, вам не передать. Вы все равно не поймете. Вы все равно будете думать, что я дебил. Но у меня правда искренне горит. Искренне горит. Бля, ну просто не знаю. Понравились вам сегодняшние видосы или нет? У меня вообще не было в планах записывать сначала, как у меня не получается взять 5500, когда остается одна игра. Но я не мог это вам не сказать, что у меня вот не получилось показать вам. Вот смотрите, пацаны, ну вот смотрите, реально, ну что делать? Что с этим делать? И вот сейчас вам не показать эту колоду тоже не мог. Потому что колода, возможно, даже понравится тебе. Колода рили топчик. Все, ладно, параболам. Я знаю, я знаю этот клан. Оп, разряд. Ну, давай, давай, выстрелили. Отлично. Так, мега-миньон. Блин, жаль, что это не голем. Сейчас бы взорвался, там уничтожили бы, как его там. Гоблинов. Ладно. Против спарки сложно. Хотя, не знаю, по сути, это ничего сложного. Но как-то вот, как-то вот, не знаю, как-то вот, что ли, ну, что ли не так, как-то, что ли. Так, ладно. Ставим гиганта с краю карты. Я думаю, знаете, как надо тут поступить? Вот, вроде у меня все осталось. Я даже побледнел. Такой-то я прекрасный был, потому что у меня горело. А тут прям аж побледнел. Так, смотрите, сейчас просто надо зарядить темного принца. Далее мы заряжаем вот так вот шахтера. Запоем. Оп. Хепта. Так. Фаербольчик. Я охренею, мини-пека из спарки. Как жить моему гиганту? А? Как жить? Как? Как вообще быть? И мини-пека, и спарки. Это просто дичь. Это дичь какая-то. Фух. Я думал, мини-пека тычку сделает. Давайте накидывать, короче, принца. Я думаю, что у него все-таки лимит есть на деф. Вот, сейчас, смотрите, он его исчерпает. И, в принципе... Блин, не знаю, не знаю, пацаны. Что-то уже как-то не то. Вот бы он слил спарки сейчас. Пожалуйста. Оу, еее. Он сливает спарки. Так, поехали. Так, закидываем принца. Так. Он специально, да, байтит меня на разряд? Здесь так. Здесь вот так. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Гигант тычек делает много, но смотрите, что там происходит. Там какие-то разборки питерские. И вот, смотрите, вот уже вторая атака несется, мчится. Забрасываем шахту. Делаем, короче, ветер. Делаем ветер. Забрасываем фаер. Здесь разряд используем. В принципе, это три катки победных. Блин, вы не представляете. Это как бальзам на душу просто. Когда ты проигрываешь, проигрываешь. А тут три победы еще и на видос. Не знаю, почему для меня это так важно. Но я всегда стараюсь вам показывать хорошие онлайн-катки. Ну, без поражений. Не то, чтобы показаться круче в ваших глазах. Чтобы я там был топом у вас. Нет. Просто мне как-то не... Ну, удачные поединки больше хочется показывать, нежели неудачные. И вот сейчас три поединка все победных. Пацаны, пускай 100 кубков на завтра останутся. Фух, я так под конец ролика остыл. Пожалуйста, придите сегодня на стрим по Brawl Stars. Я выложу этот ролик очень поздно. Может не прийти уведомление. Понимаю, что вам спать в школу. Но кто не спит по ночам, кто кому нравится смотреть ютубчик, приходите. Я вас буду ждать. Вот, наверное, если я запущу стрим. Просто я тоже сегодня хотел отдохнуть. Ну, посмотрим, короче. Кстати, напишите, хотите сегодня стрим. Вы будете ждать или нет? Если вы не будете ждать, так может я и не буду запускать стрим. А если все-таки стрим будет... Ой, если все-таки вы захотите стрим, то... Я запущу его. Спасибо, ребят. У меня уже крыша едет. До новых встреч. Увидимся на стриме. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok